Добрый день. Когда, какой вид транспорта и на сколько? Прежде всего, хотел бы разъяснить, что у нас тарифы определяются. Это два вида перевозчиков. Есть частные перевозчики. Для них устанавливается экономически обоснованный тариф. Это региональная энергетическая комиссия Департамента ценообразования Краснодарского края для частных перевозчиков. А для муниципального перевозчика это комитет ценообразования, муниципального образования города Краснодара. Так вот, экономически обоснованный тариф для МУП КТТУ сейчас подтвержден в размере 21 рубля. Естественно, мы понимаем, что для того, чтобы предприятие вышло на какую-то положительную динамику, то есть именно в финансовом плане, нам этот тариф необходим был еще полгода назад. Но ввиду того, что для частных перевозчиков это устанавливалось достаточно долго, и сейчас частным перевозчикам предлагают увеличить тариф экономически обоснованный только на 1 рубль. Я знаю позицию частных перевозчиков, потому что мы конкурируем с ними очень тесно, что их этот тариф 18-20 рублей тоже не устраивает. Но если сейчас они выше этого тарифа не могут сделать, и нам поднять тариф до 21 рубля, то, естественно, часть пассажиров с муниципального транспорта пересядет на частный общественный транспорт. Тогда мы получим не дополнительный доход для МУП КТТУ, а даже небольшой убыток. В связи с тем, что по более дорогому тарифу у нас будет меньшее количество пассажиров, и мы получим отрицательный финансовый результат. Поэтому сейчас идут консультации и муниципалитета, и частных перевозчиков, в том числе и МУП КТТУ, для того, чтобы правильно войти именно таким образом, чтобы не сильно ударило это и по жителям города, для того, чтобы это поддержать и МУП КТТУ, и для того, чтобы частные перевозчики тоже смогли функционировать. То есть сейчас мы можем говорить о стоимости, так насколько подорожает проезд в трамвае и троллейбусе? В трамвае и троллейбусе на данный момент экономически обоснованный тариф 21 рубль. На данный момент писалось 21-22, то есть экономически обоснованный тариф закладывается все расходы предприятия, получается 21 рубль, то есть это без инвестиционной составляющей вообще. То есть в этой стоимости не стоит обновление какого-то парка, ничего, это для поддержания предприятия. То есть хочу сакцентировать на этом внимание, потому что обыватели очень часто рассуждают о том, что может быть мы что-то неэффективно делаем, неэффективно работаем. Могу сказать, что подведение итогов было на 115-летие трамвайного движения, то есть я говорил, за 10 месяцев у нас было плюс 198 миллионов рублей. Сейчас, когда мы сделали уже анализ за 11 месяцев, то предприятие заработало, у него выручка увеличилась на 209 миллионов рублей. Это за 11 месяцев, аналогичного промежутка прошлого года. То есть это то, что наша команда наработала дополнительно денег. Если бы наша команда не отработала этот результат, то эти деньги нужно было бы взять или с муниципального бюджета, или, естественно, с пассажиров. Алексей Иванович, у меня есть такие цифры, например, прошлого года. 60 тысяч краснодарцев пользуются льготным проездом. Вот на сегодня это такие же цифры на будущий год и не останутся? Да, совершенно верно. Все льготы сохраняются. То есть пассажиры, которые все, ну это было распоряжение главы города, то есть Владимира Ивановича Иванова, потому что он контролирует ситуацию полностью для того, чтобы никакие слои населения не почувствовали, что они где-то в чем-то там ухудчиваются их какое-то положение. Поэтому всю нагрузку, касающуюся именно перевозки льготных категорий граждан, естественно, МУП КТТУ полностью осилит, возьмет на себя. Вы сказали о прибыли вашего предприятия, но я вас процитирую. Это было не прибыль, это увеличение выручки. В принципе, прибыль это когда уже остаются денежные слишки. А так у нас убытки вот на эту сумму меньше стали, потому что в любом случае мы отработали более лучше этот год. Вот причиной повышения стоимости проезда, я все-таки процитирую, вы сказали, это инфляция, убыточность предприятия и необходимость обновления состава. Почему убыточность, если ежегодно проезд все-таки дорожает? Насколько я знаю, в прошлом году на 2 рубля. Вот смотрите, совершенно верно, каждый год инфляционные составляющие, если мы берем, то есть это увеличение электроэнергии, раз, следующий момент, увеличение стоимости дизельного топлива, увеличение составляющих по минимальным зародным платям, увеличение по запчастям, по ремонтным работам чуть больше, потому что или запас Советского Союза раньше был больше, сейчас какие-то моменты еще остаются, что трамвайный путь надо дополнительно уже менять и здесь, и здесь, и здесь. Это, естественно, все требует денег. Теперь то, что касается 2 рубля. Если бы мы говорили о повышении тарифа ровно через год предприятия, 2 рубля бы нас, наверное, бы спасло. Но вы поймите, что, допустим, в прошлом году это было повышено в марте месяце для муниципального предприятия. То есть если бы мы в этом году в марте высели, то начиная там апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, 8 месяцев. 8 месяцев по 2 рубля бы мы больше получали. Что бы мы дополнительно получили? Мы бы получили денежные средства в каком размере? Мы перевозим в месяц 10 миллионов пассажиров свыше. 2 рубля, это получается 20 миллионов в месяц. 9 месяцев по 20 миллионов мы бы получили дополнительно 180 миллионов, которые помогли бы нам все наши издержки закрыть. Но мы же их сейчас не получили. То есть получается так, что сейчас поднимем нам только на 2 рубля, у нас будут убытки, потому что мы уже эти деньги не заложили. Если мы эту сумму, допустим, поднимем не в декабре, а в следующем июне, то нам тогда уже не то что 4, нам может и 6 не хватать, потому что убытки накапливаются. Убытки именно каким образом? То есть доходная часть предприятия, допустим, мы в месяц собираем, я вот общими фразами, но общими цифрами, чтобы было понятно всем обывателям и даже экономистам, которые тоже могут быть зрителями. Факт то, что доходная часть у нас в месяц составляет порядка 175 миллионов рублей в месяц, мы собираем деньгами. Порядка 20 миллионов различные субсидии, хоть и с опозданием, но они нам перечисляются. Получается 195 миллионов у нас есть доходная часть. А расходная часть составляет порядка 210-215 миллионов рублей. Каждый месяц у нас минус 20 миллионов дополнительно идет. Где эти деньги взять? Все говорят в бюджете, но в бюджете сейчас очень тяжелая ситуация, денег в бюджете нет. Единственная составляющая только через увеличение тарифа. Внутренними резервами мы и так увеличили свою работу, достаточно качественно провели работу за этот год. Алексей Иванович, вы назначены на должность год назад, стали руководить предприятием. И, насколько я знаю, первоочередная была ваша задача – это обновление подвижного состава. Но в сегодняшних условиях получается справляться, реализовывать эту задачу? Год еще не прошел, год будет 30 декабря, но тем не менее, естественно, обновление подвижного состава – это в приоритете стоит. Но при той экономической ситуации, которая сейчас находится, чтобы обновляться, нужны деньги. Денег на данный момент их нет, их не хватает для этого. Хотя даже в таких ситуациях мы планируем, потому что мы планировали еще летом закупить хотя бы один трехсекционный низкопольный трамвай, для того, чтобы это показать городу, к чему мы стремимся, куда мы идем. Я так думаю, что если у нас это не получилось сделать лету, в силу различных обстоятельств, то есть доходную часть увеличили, но в меньшей степени была сокращена программа «Краснодару столичный облик», по которой мы платим за каждый автобус по сублизингу порядка 9 миллионов 800 тысяч ежемесячно. Потому что все говорят, что КТТУ подарили сочинские автобусы. Сочинские автобусы КТТУ не подарили. Каждый месяц за то, чтобы жители города ездили на новых низкопольных автобусах, мы платим 9800 своих денег. Хотя это должно было возмещаться из Краснодарского и из краевого бюджета. Сколько цифр у вас сразу в голове? У меня сразу даже не укладывается. Так вот, в продолжении нашей темы. Стоит ли вообще увеличивать количество общественного транспорта? Есть ли это необходимость? Я бы сказал следующим образом. В первую очередь, наверное, задача не увеличить, а сделать его более качественным. Естественно, более качественное это обновление подвижного состава. Потому что мы сейчас видим, у нас прирост выручки на автобусных маршрутах составил плюс 36%. 36% почему? Потому что мы убрали старые древние автобусы, которые были там 7-8 лет, поставили новые низкопольные автобусы. И сейчас они в конкурентной борьбе выиграют у частных организаций, у маршрутных такси. То есть, не маршрутные такси, а у частных перевозчиков на автобусах малой или средней вместимости. Потому что, в любом случае, эти автобусы зарекомендовали себя с положительной стороны. Естественно, нам бы хотелось сейчас и троллейбусы, и трамваи закупить тоже новые. Но один трамвай, даже односекционный, он стоит порядка 24-25 миллионов рублей. Это достаточно серьезные деньги. Я знаю, что сейчас есть такой удобный сервис для краснодарцев. То есть, можно зайти в интернет, посмотреть, когда придет трамвай, куда поедет, какой номер. Еще что-нибудь будет создаваться для пассажиров? Для пассажиров создается еще то, что была неприятная ситуация именно из-за экономической ситуации. Инвестор, которого должен был оснащать сами остановочные комплексы электронными табло. То есть, получилось так, что он по финансовым причинам не смог реализовывать эту программу. Поэтому мы по распоряжению главы города, своими силами, даже в трудную ситуацию для нас, сделали таким образом, что нам 10 табло сейчас поставили без оплаты. То есть, оплата со срочкой, но тем не менее. То есть, вот у нас сейчас уже стоит 5, и буквально завтра у нас монтируется еще 4, и 5 будет на подходе. То есть, до нового года будет 10 табло. То есть, то, что когда уже человеку не надо, не заходить никакое мобильное приложение, он просто видит на электронном табло, где какой трамвай находится, то есть, через сколько он прибывает, и если где-то какая-то задержка, вся информация дополнительно проходит. Естественно, я понимаю, что на следующий год 240 мы не поставим, но какую-то часть мы будем увеличивать. В первую очередь, на тех узловых узлах, где наибольшее количество пассажиров, чтобы как можно больше комфорта они получали. Алексей Иванович, а вот если говорить о праздничных днях, которые нас ожидают впереди, о новогодних каникулах, как будет работать общественный транспорт? Общественный транспорт именно муниципальный, потому что вот мне задают вопрос именно за весь общественный транспорт. Я отвечаю только за общественный транспорт именно муниципальный, потому что МОП Краснодарского транспортного управления, это название, да, а на самом деле это предприятие, которое выполняет функцию транспортного перевозчика основного. 75% пассажиров всего города перевозим, естественно, мы. Работать мы будем в штатном режиме, естественно, это показывает уже история предприятия, которому 115 лет. И понятно, что в ночное время у нас, в новогоднюю ночь, наоборот, акцентируется внимание, дополнительно ответственные, дополнительные бригады для того, чтобы жители города, гости города празднуют замечательный праздник, то есть, как бы, ни в коем случае не оборачились тем, что где-то вдруг трамвай не пошел, троллейбус не пошел или автобус не пошел. То есть, полное расписание, до какого времени будет ходить. В ближайшее время будет информация и на сайте КРД, и на сайте КТТУ.ру, то есть, КБДА. И всю дополнительную информацию, я так думаю, что жители в ближайшее время уже смогут получить. Алексей Иванович, сейчас коротко. Вы сказали о том, что в планах увеличения количества информационных табло. Какие еще планы и что в перспективе на 2016-й? Ну, я бы сказал, что при увеличении тарифа, даже то, что касается в экономической составляющей, его нету именно инвестиционной составляющей, мы стараемся какими-то дополнительными моментами изыскивать возможности, да, потому что если мы выручку предприятия увеличили, да, то есть, как бы, ну, там, стали более лучше работать с кондукторами, первыми, да. Второй момент, оптимизацию маршрутной сети сейчас, она очень тесно проводится, потому что за этот промежуток, за этот год уже сделано было достаточно многое, да, то есть, как бы, потому что мы частично старые троллейбусные маршруты заменили на новые автобусные, да. Это не означает, что мы хороним троллейбусы. Это в том заключается, что если у нас будут новые троллейбусы, мы их тут же пустим. Спасибо большое, что нашли время и пришли сегодня к нам. О работе трамвая троллейбусного управления мы говорили с его руководителем Алексеем Князевым. Увидимся на телеканале Кубань-24. Всего вам доброго.